Здравствуйте, дорогие студенты! Мы с вами сегодня приступаем к изучению строения зуба. Зуб – это многоткневой орган ротовой полости, который с помощью зубной связки или периодонта крепится в зубной альвеоле, альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей. Зубы – это жевательная, формообразующая по отношению к лицевому скелету, речеобразование или артикуляция и эстетическая функция. Общий план строения. Для всех зубов характерен общий план строения. Так в зубе выделяют коронку, шейку, корень, полость зуба и зубную связку. Коронка – это часть зуба, выступающая над поверхностью десен. Шейка – область перехода коронки зуба в корень. Корень – это часть зуба, погруженная в зубную альвеолу. Форма корня конусовидная, к свободному концу суживается и заканчивается верхушкой корня. В полость зуба ведет опекальное верхушечное отверстие. Полость зуба или пульпарная полость или пульпарная камера повторяют контуры зуба, выделяют две части в полости – это коронковый отдел и корневой отдел. Коронковый отдел в области жевательных бугорков ног корневых зубов формирует выступы или рога. Вот мы видим с вами выступы или рога. Корневой канал может давать добавочные каналы, которые пронизывают дентин и цемент и связывают зуб с периодонтальным пространством. Зубная связка фиксирует корень зуба к стенке зубной альвеолы. Итак, еще раз. Коронка зуба, шейка зуба, корень зуба, пульпарная камера. Периодонт или зубная связка. Мы можем с вами выделить несколько типов зубов по количеству корней. Это однокорневые и многокорневые. Однокорневые и многокорневые. По форме коронки выделяют резцы, клыки, премоляры и маляры. Также выделяют две генерации зубов. Это временные, молочные или выпадающие. И постоянные. Временные в количестве 20 штук. Постоянные в количестве 32 штук. Обратите внимание, что во временной генерации зубов отсутствуют премоляры и третьи маляры – зубы мудрости. Ткани зуба. Зуб включает в себя несколько видов тканей. Мы их можем разделить с вами на группы. Твердые ткани или минерализованные. И мягкие ткани или не минерализованные. К твердым тканям относятся эмаль, дентин, цемент. Дентин, эмаль и цемент. Мягкие – это пульпа и зубная связка или периодонт. Основу зуба составляет дентин. И в области коронки зуба дентин покрыт эмалью, а в области корня зуба дентин покрыт цементом. Пульпа зуба. Пульпа образована специализированной рыхлой волокнистой соединительной тканью. Она содержит сосуды и нервы. Пульпа заполняет полость зуба. Поэтому та называется пульпарная полость или же пульпарная камера. В пульпе выделяют два отдела, значительно отличающиеся друг от друга по строению. Это коронковая пульпа и корневая пульпа. Коронковая пульпа образует выступы, соответствующие бугоркам жевательной поверхности многокорневых зубов. Эти выступы называются рога пульпа. Функции пульпа. Дентинообразующая или пластическая. Трофическая, причем осуществляется трофика дентина, эмали и цемента. Сенсорная, защитная и репаративная. Живая, неповрежденная пульпа необходима для осуществления нормальной функции зубов. Депульпированный зуб может в течение некоторого времени нести жевательную нагрузку, однако он становится хрупким и недолговечным. Эмбриональные источники развития пульпа. Ими являются мизенхима и нейроэктодерма. Особенности строения рыхлой волокнистой соединительной ткани пульпа зуба. Как и все ткани внутренней среды, рыхлая волокнистая соединительная ткань пульпы состоит из клеток и межклеточного вещества. Выделяют три дифферона клеток в пульпе. Это адонтопластический дифферон, гистеогенный дифферон и гематогенный дифферон. Адонтопластический дифферон представлен преадонтопластами и адонтопластами. Гистеогенный дифферон представлен фибробластами и фиброцитами. Гематогенный дифферон – это мигрировавшие из крови лейкоциты. Адонтопласты. Функция – это синтез компонентов дентина, то есть коллагеновых волокон, основного аморфного вещества, трофика дентина, транспорт минеральных веществ к дентину и эмали. Адонтопласты представляют собой высокодифференцированные клетки, которые находятся в же нулевом периоде методического цикла и не делятся. Продолжительность жизни клетки может достигать продолжительности жизни зуба. Форма клетки, как вы видите на схеме, грушевидная и зависит от функциональной активности клетки. Выделяют тело цилиндрической или кубической формы и опекальный отросток или волокно Томса, которое отходит от опекального полюса и уходит в дентин. Тела клеток адонтопластов плотно прилежат друг к другу и связаны друг с другом с помощью межклеточных контактов. Это могут быть щелевидные, плотные межклеточные контакты или десмосомы. Ядро клеток располагается на базальном полюсе клетки. Преобладает деспирализованный хроматин. Имеются ядрышки. Цитоплазма клетки проявляет базофилию. Органеллы. В основном в теле представлены органеллы синтетического аппарата, то есть шероховатый и гладкий ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, цитоскелет. Цитоскелет ориентирован вдоль длинной оси клетки. Кроме того, в цитоплазме содержатся включения. Это секреторные гранулы, матриксные пузырьки, гранулы гликогена, гранулы липидов. Секреторные гранулы содержат компоненты дентина, такие как прекалоген, протогликаны и другие компоненты. Матриксные пузырьки необходимы для осуществления минерализации дентина. Апекальный отросток транспортирует в дентин компоненты дентина. Он располагается в дентине, вот мы видим на схеме дентин, располагается в дентинных канальцах. Отростки аддонтобластов в дентине ветвятся. Вот мы видим с вами на предыдущей схеме, они ветвятся. Боковые ветви контактируют с отростками других аддонтобластов и образуют единую сеть. В опекальном отростке отсутствуют органеллы синтетического аппарата. Хорошо развиты органеллы цитоскелета, то есть микротрубочки и микрофиламенты. Имеются матриксные пузырьки, содержащие ферменты для минерализации дентина. Секреторные включения с предшествием инкоментентина. Также содержатся лизоосомы и митохондрии. Преодонтобласты. Это мелкие, звездчатые формы, низкодифференцированные клетки, которые способны дифференцироваться в аддонтобласты. С возрастом количество этих клеток уменьшается, а значит снижается способность дентина к регенерации. Фибробласты. Они наиболее, это самые многочисленные клетки пульпа. Их функции это синтез межклеточного вещества, то есть физиологическая регенерация. При воспалении они участвуют в формировании фиброзной капсулы вокруг очага воспаления. Форма клетки отростчатая. С хорошо развитым синтетическим аппаратом. Подробнее об этих клетках необходимо самостоятельно повторить в общей гистологии. С возрастом их количество уменьшается, а значит снижается способность пульпы к регенерации. Гематогенный дифферон. Это мигрировавшие из кровеносного русла лейкоциты. Количество клеток увеличивается при воспалении. Гематогенный дифферон представлен макрофагами, Т- и Б-лимфоцитами, плазмоцитами, это эффекторные формы Б-лимфоцитов, которые синтезируют иммуноглобулины, тканевые бозофилы или тучные клетки, эйзинофилы и нейтрофилы. Постоянно в пульпе присутствуют макрофаги, а Т- и Б-лимфоциты, плазмоциты, бозофилы, эйзинофилы, нейтрофилы, их количество резко увеличивается при воспалении. Подробнее о функциях этих клеток необходимо посмотреть в общую гистологию. Посмотреть в общей гистологии. Мы остановимся более подробно на макрофагах. Итак, макрофаги – это мигрировавшие в рыхлую волокнистую соединительную ткань моноциты крови. Моноциты крови. Они постоянно присутствуют в пульпе и более многочисленны в пульпе молодых людей. С возрастом количество макрофагов уменьшается. Основные функции макрофагов – это участие в обновлении пульпы и участие в иммунных реакциях. В обновлении пульпы, то есть в физиологической регенерации. Макрофаги участвуют в фагоцитозе погибших клеток пульпы, а также в фагоцитозе межклеточного вещества рыхлой волокнистой соединительной ткани. Фибробласты, как вы помните, в освободившемся пространстве заполнят его новым межклеточным веществом. Участие в иммунных реакциях включает в себя фагоцитоз микроорганизмов, их расщепление на отдельные фрагменты и представление их другим иммунокомпетентным клеткам. То есть, по сути, макрофаги пульпы являются антиген, представляющими клетками в ходе иммунных реакций. Межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани пульпа включает в себя волокна и основное аморфное вещество. Волокна – это коллагеновые волокна. Они состоят из коллагена первого типа. Содержание коллагеновых волокон с возрастом увеличивается. Ретикулярные волокна. Их еще называют аргерофильные волокна. Они состоят также из коллагена, но уже третьего типа. Имеются также окситалановые волокна. Это незрелые эластические волокна. Обратите внимание, что зрелые эластические волокна в пульпе отсутствуют. Основное аморфное вещество будет представлено гликозаминогликанами, протеугликанами, гликопротеинами и водой. Отделы пульпы. Выделяют два отдела. Это коронковая пульпа и корневая пульпа. Строения коронковой и корневой пульпы имеют существенное отличие, что определяет различный характер течения патологических процессов и тактику лечения. Коронковая пульпа очень рыхлая. Она содержит много клеток. Она богато воскулиризирована и богато иннервирована. В то время как корневая пульпа более плотная. Содержит много коллагеновых волокон, меньше клеток, сосудов и нервов. Остановимся на строении коронковой пульпы. В ней выделяют три слоя. Это периферический слой или его еще называют адонтопластический. Периферический или адонтопластический. Промежуточный слой или субадонтопластический. И центральный слой или пульпарное ядро. Периферический слой прилежит к дентину. Прилежит, вот мы видим с вами дентин. И этот слой пульпа прилежит адонтопластический к дентину. Образован компактным слоем плотно прилежащих друг к другу тел адонтопластов. Расположенных в один, как на этой схеме. Или даже может доходить до восьми рядов. Апекальные отростки этих адонтопластов идут в дентин. Вот мы видим клетку адонтопласты, ее отросток. Тело находится в пульпе, а отросток уходит в дентин. Адонтопласты связаны друг с другу с помощью межклеточных контактов. Щелевых нексусов, плотных и десмосом. В этом слое очень много капилляров. В частности, тела адонтопластов будут окружены фенестрированными гемокапиллярами. Из которых к адонтопластам поступают исходные вещества для синтеза компонентов дентина. Кроме того, тела адонтопластов окружены большим количеством нервных волокон. Промежуточный слой. Вот мы видим с вами промежуточный слой. Промежуточный слой. В нем можно выделить две зоны. Наружная зона, которая прилежит к адонтопластическому периферическому слою. Ее еще называют бедной клеточными ядрами. Вы видите, что здесь очень мало, практически отсутствуют ядра клеток. Или ее еще называют зоной вейли. Итак, наружная зона или зона вейли. Или бедная клеточными ядрами. И выделяют еще внутреннюю зону. Или богатую клетками. Или субадонтопластическую. Субадонтопластическую. Итак, промежуточный слой, две зоны. Наружная зона вейли и внутренняя субадонтопластическая зона. Зона вейли располагается между адонтопластическим слоем пульпа и субадонтопластической зоной промежуточного слоя пульпа. То есть вот она, зона вейли. При высокой скорости образования дентина она может исчезать. Зона вейли содержит отростки клеток субадонтопластической зоны, сеть коллагеновых и ретикулярных волокон, основное аморфное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани, гемокапилляры и субадонтопластическое нервное сплетение рашкова. От субадонтопластического нервного сплетения рашкова отходят нервные волокна в периферический слой пульпа к телам адонтопластов, а также в дентинные канальцы. Большинство нервных окончаний, отходящих, которыми оканчиваются нервные волокна, являются рецепторными. Их раздражение вызывает боль, независимо от природы действующего фактора. Тепло, холод, давление, химические вещества. Субадонтопластическая зона кранковой пульпы содержит приадонтопласты, фибробласты, клетки гематогенного диферона, сеть коллагеновых и ретикулярных волокон, основное аморфное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани, гемокапилляры и нервные волокна. Центральный слой кранковой пульпы образован рыхлой волокнистой соединительной тканью, в ней образован рыхлой волокнистой соединительной тканью, крупными сосудами и пучками нервных волокон. В рыхлой волокнистой соединительной ткани много фибробластов, содержатся клетки гематогенного диферона, много основного аморфного вещества и содержится сеть коллагеновых и ретикулярных волокон. Количество клеток гематогенного диферона увеличивается при воспалении. Корневая пульпа. Также образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, крупными магистральными сосудами и пучками нервных волокон. Рыхлая волокнистая соединительная ткань содержит большее количество коллагеновых волокон и обладает значительно большей плотностью, чем коронковые. В корневом канале располагаются продольные пучки коллагеновых волокон, которые сливаются с коллагеновыми волокнами периодонта вблизи от опекального отверстия. В РВСТ мало основного аморфного вещества, мало клеток, адонтопласты располагаются в 1-2 ряда, имеют кубическую или уплощенную форму. В корневой пульпе отсутствует субадонтопластический слой. Говоря о магистральных сосудах, необходимо отметить, что слабо развиты сосуды микроциркулиторного русла в корневой пульпе. Кровоснабжение и иннервация пульп. Пульпа характеризуется очень развитой сосудистой сетью и богатой иннервацией. Сосуды и нервы проникают в пульпу через опекальное и добавочные отверстия корня зуба, образуя в корневом канале сосудисто-нервный пучок. Через опекальное отверстие входят 2-3 артерии, несколько нервных стволиков и выходит 1-2 вены. В корневом канале от магистральных артерий отходят боковые ветви к адонтопластическому слою пульпа. Особенности микроциркулиторного русла коронковой пульпа. В составе МЦР коронковой пульпы выделяют артериолы, капилляры, венулы. Присутствуют капилляры двух типов – непрерывные и фенестрированные. Причем количество фенестрированных достаточно высокое – 4-5% от общего количества капилляров. Располагаются фенестрированные гемокапилляры преимущественно вблизи функционирующих адонтопластов. Они обеспечивают быстрый транспорт веществ, необходимых для синтезов компонентов дентина и для минерализации дентина. Артериолы – венулярные анастомозы. Они обеспечивают шунтирование кровотока, то есть быстрый сброс крови из артериол в венулы. Капилляры особенно хорошо развиты в промежуточном слое пульпы и формируют субадонтопластическое капиллярное сплетение. Отсюда из этого сплетения капилляры проникают в адонтопластический слой к телам адонтопластов. Особенности кровоснабжения пульпа Сосуды пульпы имеют широкий просвет. Сосуды пульпы имеют тонкие стенки. В пульпарной камере создаётся высокое давление, которое значительно выше, чем давление в других органах. В сосудах пульпарной камеры отмечается высокая скорость кровотока, которая значительно выше, чем в других органах. В состоянии покоя большая часть капилляров не функционирует. Однако, при раздражении быстро развивается гиперемия и отёк пульпа вследствие заполнения этих капилляров кровью. В состоянии покоя большая часть артериоловинулярных анастомозов не функционирует. Однако, при раздражении пульпа их активность резко возрастает. Деятельность анастомозов проявляется периодическим сбросом крови, если происходит значительное повышение давления в пульпарной камере. Периодичность работы анастомозов определяет пульсирующий характер боли при воспалении пульпы. При воспалении пульпы, то есть при пульпите, увеличение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла быстро приводит к отёку. Поскольку объём пульпы ограничен стенками пульпарной полости, отёчная жидкость сдавливает вены и лимфатические сосуды, нарушается отток жидкости и увеличивается отёк пульпа. Отёк пульпа приводит к раздражению болевых нервных окончаний, к сдавлению нервных сплетений и, как следствие, к быстрому нарушению трофики и гибели пульпа. Возрастные изменения пульпа В своём развитии пульпа временных и постоянных зубов проходит три периода. Причём эти периоды более продолжительные у постоянных зубов. Какие же это три периода? Период роста, период созревания, период регрессии. Период роста соответствует развитию коронки и корня зуба. Период созревания с момента, это период с момента завершения развития корня и до начала его резорбции. Период регрессии от начала резорбции корня и до выпадения зуба. Более подробно возрастные изменения необходимо разобрать самостоятельно, используя учебник. С возрастом в пульпе зуба могут появляться обызвестлённые структуры или кальцификаты, особенно в корневой пульпе. Итак, кальцификаты. Это минерализованные структуры в пульпе. Выделяют два типа кальцификатов. Это петрификаты и дентикли. Петрификаты – это участки диффузного обызвестления, то есть минерализации пульпы, вокруг нервных волокон и сосудов, а также в стенке сосудов. А дентикли – это участки локального обызвестления пульпы. Выделяют истинные и ложные дентикли. Источники образования дентиклей – это эктопированные адонтопласты. Состоят истинные дентикли из минерализованного дентина. По периферии будут располагаться адонтопласты, а в самом дентикле содержатся дентинные канальцы. Итак, истинные дентикли. Внутри минерализованный дентин. По периферии располагаются, вот мы видим, ядра адонтопластов. Их отростки в составе дентинных канальцев уходят внутрь дентикли. Ложные дентикли. Они состоят из концентрических слоев обызвестленного материала. Из концентрических слоев обызвестленного материала. Образуются они вокруг некротизированных клеток. Они не связаны с кровеносными сосудами. Это отличает ложные дентикли от петрификатов, которые образуются в стенке сосудов. Ложные дентикли не имеют в строении дентина и не содержат, соответственно, дентинных канальцев, в отличие от истинных дентиклей. Классификация дентиклей по расположению. Дентикли бывают свободные, пристеночные и интерстициальные. Свободные дентикли лежат непосредственно в пульпе. Пристеночные дентикли связаны со стенкой зуба, пульпарной полостью. И интерстициальные дентикли замурованы в стенке зуба. То есть это замурованные в стенке зуба свободные и пристеночные дентикли. Это происходит с возрастом в связи с постоянным отложением дентина, как мы сейчас дальше разберемся. В результате свободные пристеночные дентикли в конце концов оказываются внутри дентина, внутри стенки зуба. Клиническое значение петрификатов и дентиклей. Они могут сливаться и заполнять всю пульпарную полость, в том числе просвет корневых каналов. При этом петрификаты и дентикли могут сдавливать нервные стволики и сосуды, вызывая боль и нарушение трофики пульпа, а соответственно всех остальных минерализованных тканей зуба. Кроме того, дентикли и петрификаты препятствуют обработке каналов при врачебных манипуляциях, то есть каналы становятся непроходимыми. Причины возникновения кальцификатов – это обменные нарушения, местное воспаление, эндокринные заболевания, болезни парадонта, а также препарирование зубов. Дентин – это минерализованная ткань зуба мизонхимального происхождения. В области коронки зуба дентин покрыт эмалью, в области корня зуба дентин покрыт цементом. Дентин содержит пульпарную полость и образует ее стенки. Дентин синтезируется адонтобластами или дентинобластами, тела которых располагаются в пульпе, а отростки проходят в дентине в дентинных канальцах. Физико-химические свойства дентина. Дентин имеет светло-желтую окраску. Он обладает некоторой эластичностью, он прочнее костной ткани и цемента, но значительно мягче эмали. Дентин обладает высокой проницаемостью, благодаря наличию дентинных канальцев. Благодаря своим свойствам и составу, дентин препятствует растрескиванию эмали, которая является более твердой, но и более хрупкой тканью. Структурные компоненты дентина. Дентин рассматривают как специализированную костную ткань. Как любая ткань внутренней среды, дентин включает в себя клетки и межклеточное вещество. Помним, что в дентине будут располагаться только отростки адонтобластов, клеток, синтезирующих дентин, а тела адонтобластов располагаются в пульпе. Отростки адонтобластов будут располагаться в дентинных канальцах. Итак, тело адонтобласта, синтезирующее межклеточное вещество дентина, располагается в пульпе. Отросток находится в дентине и проходит в дентинном канальце внутри дентина. Межклеточное вещество дентина. Оно будет представлено волокнами, а именно коллагеновыми волокнами, состоящими из коллагена первого типа и основным аморфным веществом. В основном аморфном веществе выделяют воду 10%, органические вещества 20% и неорганические вещества 70%. Основным неорганическим веществом в составе дентина является гидроксиапатит или фосфат кальция. Кроме того, можно найти фосфат магния, фториды кальция и другие химические вещества. Кроме минерализованных структур, в дентине имеются неминерализованные структуры. К ним относятся полости канальцев дентинных, а также предентин. Предентин – это внутренняя часть околокульпарного дентина, прилежащая к телам адонтопластов и являющаяся зоной постоянного роста дентина. Кристаллы гидроксиапатита располагаются в дентине либо между коллагеновыми волокнами. Вот на фотографии мы с вами видим эти кристаллы. Они располагаются либо между коллагеновыми волокнами, либо на поверхности коллагеновых волокон, либо внутри коллагеновых волокон. В отличие от костной ткани, кристаллы гидроксиапатита откладываются неравномерно в виде зерен и глыбок, сливающихся в шаровидные структуры, глобулы или калькосфериты. Итак, глобулы или калькосфериты – это шаровидные отложения кристаллов гидроксиапатита в дентине. Между глобулами, вот мы видим глобулы, а между глобулами, калькосферитами, располагаются участки гипоминерализованного дентина. Это интерглобулярный дентин между глобулами. Степень минерализации разных участков дентина неравномерна. Она может меняться в течение жизни. Гипоминерализованный интерглобулярный дентин выполняет очень важные функции в зубе и, в частности, в дентине. Он участвует в тканевом обмене веществ. Располагается он в наружной третьей коронке. Это крупные зоны вдоль границы с эмалью. В области корня – это мелкие участки, но идут они очень широкой полосой вдоль границы с цементом. Это так называемый зернистый слой томса. Причины гипоминерализации дентина Гипоминерализации дентина и увеличение объема интерглобулярного дентина могут быть вызваны А, витаминозом D, недостаточностью кальцитонина – это гормон С-клеток щитовидной железы, тяжелым флюорозом при избыточном поступлении в организм фтора. В дентине выделяют следующие слои. Это предентин. Имеется также пограничная линия или фронт минерализации. Это резкий переход предентина в зрелый минерализованный дентин. Имеется околопульпарный дентин и имеется, выделяют, плащевой дентин. Итак, предентин рядом с пульпой, зону пограничной линии или фронт минерализации, околопульпарный дентин и плащевой дентин. Предентин – это внутренняя, не минерализованная часть дентина. Она прилежит к адонтопластическому слою пульпы. Адонтопласты на протяжении всей жизни секретируют в предентин предшественники коллагена, которые в наружных слоях предентина превращаются в коллагеновые волокна. Коллагеновые фибрилы идут перпендикулярно отросткам адонтопластов и параллельно пульпарно-дентиновой границе. Предентин является зоной роста дентина. Постоянное отложение предентина, а значит и дентина в целом, ведет к постепенному сужению пульпарной полости с возрастом. Околопульпарный дентин. Околопульпарный дентин. Это внутренний слой дентина. Коллагеновые волокна в этом слое перпендикулярны дентинным канальцам. То есть дентинные канальцы у нас идут радиально от пульпы к границе с эмалью. Так вот, коллагеновые волокна будут перпендикулярны дентинным канальцам и параллельны дентинной эмалевой границе. То есть расположение у этих волокон тангенциальное, поэтому их называют тангенциальные волокна Эбнера. Этот слой околопульпарного дентина без резкой границы переходит в плащевой дентин. Плащевой дентин представляет собой наружный слой дентина, прилежащий к эмали в области коронки зуба. Или к цементу в области корня зуба. Коллагеновые волокна в плащевом дентине идут радиально. Радиально. То есть параллельно дентинным канальцам. И перпендикулярно дентинной эмалевой границе. Поэтому эти радиально ориентированные волокна коллагеновые называются радиальными волокнами корфа. Вблизи от околопульпарного дентина коллагеновые волокна собираются в конусовидные пучки и постепенно меняют направление с радиального на тангенциальное. В плащевом дентине гораздо меньше коллагеновых волокон, чем в околопульпарном. Также отмечается более низкая степень минерализации основного аморфного вещества. Дентинные канальцы. Они радиально пронизывают дентин от пульпы до границы с эмалью в коронке и до дентинно-цементной границы в корне зуба. До дентинно-цементной границы в корне. Дентинные канальцы обеспечивают исчерченность дентина. Функции дентинных канальцев – это трофика дентина, а также регенерация дентина. Клиническое значение. Дентинные канальцы могут служить путями распространения микроорганизмов внутри дентина, а также из дентина в пульпу. Итак, если микроорганизмы попадают в дентинные канальцы, то они легко и быстро распространяются внутри самого дентина, а также распространяются в пульпу. Дентинные канальцы могут иметь прямой ход, прямой ход, а могут иметь S-образный ход. Прямые дентинные канальцы встречаются в околопульпарном дентине, в области рогов пульпы, в эпикальной третьей корне. S-образный ход имеют дентинные канальцы в плащевом дентине коронки зуба. Кроме того, дентинные канальцы имеют боковые ответвления и анастомозируют друг с другом в плащевом дентине, вблизи от границ с эмалью и цементом. Вы видите, что отросток, а значит и сами дентинные канальцы, V-образно делятся, и таким образом осуществляется анастомозирование дентинных канальцев. Дентинные канальцы суживаются по направлению к дентинно-эмалевой границе. В отдельных участках дентинные канальцы могут пересекать дентинно-эмалевую границу и неглубоко проникать в эмаль. При этом образуются эмалевые веретёны. Образуются эмалевые веретёны. Это колбообразные утолщения отростков андонатопластов, которые замурованы в эмали. Эта эмаль, это дентин, и вот мы видим эти колбообразные утолщения. Эти эмалевые веретёны обеспечивают прочность фиксации эмали к дентинам. Что же содержится в дентинных канальцах? В дентинных канальцах находятся отростки адонатопластов. В пространстве между стенкой дентинного канальца и отростком адонатопласта – это периодонатопластическое пространство, периодонатопластическое пространство, будет содержаться тканевая или дентинная жидкость – интратабулярные, неминерализованные коллагеновые волокна, нервные волокна, безмейлиновые, эфферентные волокна. Они будут находиться, нервные волокна, лишь в начальных участках канальца, на уровне предентина. Могут на несколько миллиметров углубляться в околопульпарный дентин, но не на всем протяжении дентинного канальца. Отметьте, что кровеносные сосуды в дентине и в дентинных канальцах отсутствуют. Дентинная или тканевая жидкость представляют собой транссудат плазмы крови из гемокапилляров пульпа. Итак, еще раз. Дентинный канальц, вот мы видим с вами, внутри содержится отросток отонатопласта. Вместе с ним в дентинный канальц поступают эфферентные безмейлиновые нервные окончания, но не на всем протяжении, а лишь в нижней трети, по большей части на уровне предентина. Пространство между адонтопластом и стенкой дентинного канальца заполнено дентинной жидкостью, по которой транспортируются различные в растворенном состоянии различные питательные вещества и газы, обеспечивая тем самым трофику дентина. Именно с дентинной жидкостью связано возникновение болевых ощущений, например, при перепарировании зубов или при воздействии других раздражителей на дентин. Это могут быть температурные, механические воздействия, высушивание, аппликация различных гипертонических растворов. С чем связано возникновение этих болевых ощущений? Мы сказали, что в дентинном канальце есть нервные волокна, но это эфирентные нервные волокна, а не чувствительные волокна. Как же тогда возникают болевые ощущения при раздражении дентина? Это связано с передачей гидродинамического давления по дентинной жидкости дентинного канальца в пульпу и раздражении уже её свободных, а эфирентных окончаний непосредственно в самой пульпе. То есть мы видим жидкость, заполняющую дентинный каналец, гидродинамическое давление распространяется по этой жидкости, либо химические вещества растворяются в жидкости дентинного канальца и в таком виде передаётся в пульпу, и уже здесь будет происходить раздражение свободных болевых нервных окончаний. В самом дентине пулевых окончаний нет. Относительно дентинных канальцев мы можем с вами выделить в дентине интратубулярные коллагеновые волокна, находящиеся внутри дентинных канальцев. На латыни каналиц дентинный – это дентинная тубла, в связи с этим интратубулярные коллагеновые волокна, которые сюда транспортируются отростками адонтобластов. Затем они откладываются на стенки дентинного канальца и образуют перитубулярный дентин, перитубулярный дентин, который образует стенку дентинного канальца. А ещё имеется интратубулярный дентин. Этот дентин расположен между дентинными канальцами. Итак, выделяют интратубулярные коллагеновые волокна, которые сюда транспортируются отростком адонтобласта. Выделяют перитубулярный дентин, образующий стенку дентинного канальца, а между дентинными канальцами имеется интертубулярный дентин. Строение стенки дентинного канальца. Стенка дентинного канальца образована перитубулярным дентином. Он образуется из интратубулярных волокон и со временем уменьшает просвет канальца. Перитубулярный дентин менее минерализован, чем интертубулярный дентин. Он содержит мало органических веществ. Внутри стенка дентинного канальца покрыта пограничной мембраной, пограничной пластинкой или мембраной неймана. Это тонкая пленка органических веществ, например, гликоза аминогликанов. Клиническое значение. Мы уже говорили, что дентинные канальцы необходимы для транспорта различных питательных веществ и газов внутри дентина. Кроме того, при кариесе перитубулярный дентин будет разрушаться быстрее, чем интертубулярный дентин. Это приводит к расширению канальцев, а значит увеличению проницаемости дентина. Таким образом, канальцы становятся шире, а значит скорость распространения микроорганизмов по этим широким канальцам становятся резко выше и быстрее произойдет разрушение твердых тканей зуба. Мы можем с вами разделить дентин по времени образования его в течение жизни. Выделяют первичный, вторичный и третичный дентин. Вторичный дентин еще называется физиологический или регулярный. Третичный дентин называется еще заместительным, репаративным или иррегулярным. Кроме того, необходимо отметить на появлении в дентине со временем склерозированного дентина или прозрачного, а также мертвых путей в дентине. Начнем с первичного дентина. Первичный дентин образуется в период развития и прорезывания зуба. Имеется периодичность в работе адонтобластов, то есть чередование периодов синтетической активности и покоя. И это отражается в дентине в ростовых линиях. Ростовые линии, какие мы можем найти в дентине, это контурные линии Оуэна. Они перпендикулярны дентинным канальцам. Имеются также ростовые линии Эбнера, которые отмечают, отражают 5-суточный цикл работы. Имеется также неонатальная линия. Она разделяет дентин, который образовался в период до и после рождения ребенка. То есть это период примерно 15 суток, 7 дней до рождения, 7 дней после рождения. В этот сложный период рождения и адаптации к новым условиям жизни будет происходить замедление дентиногенеза. В связи с этим мы видим такую неонатальную линию. Имеется также демаркационная линия, граница между первичным и вторичным дентином. Еще раз, первичный дентин образуется в период развития и прорезывания зуба. Вот мы видим с вами на этой схеме в дентине ростовые линии. Ростовые линии. Вторичный дентин или физиологический, или регулярный, то есть упорядоченный. Он образуется после прорезывания зуба в функционирующем зубе вдоль пульпарно-дентинной границы. Он является частью около-околопульпарного дентина. Откладывается он равномерно, поэтому с возрастом по мере его отложения происходит уменьшение объема пульпарной полости. Вторичный дентин образуется медленнее первичного дентина. Он менее минерализован, чем первичный дентин. В нем менее упорядочены коллагеновые волокна. В нем менее упорядочены дентинные канальца. В нем меньше дентинных канальцев. И дентинные канальца во вторичном дентине более узкие, чем в первичном дентине. С возрастом скорость отложения вторичного дентина падает. Толщина слоя вторичного дентина можно использовать в качестве одного из показателей для оценки возраста индивидуума. Тритичный дентин или заместительный дентин, или репаративный дентин, или иррегулярный дентин. Иррегулярный значит неупорядоченный. Он образуется локально в ответ на воздействие раздражающих факторов. И он образуется только теми адонтобластами, которые непосредственно реагируют на раздражение. Например, кариес, повреждение мали, препарирование зуба. Например, после препарирования зуба тритичный дентин начинает откладываться спустя примерно 30 суток. Этот дентин неравномерный и слабо минерализован. Дентинные канальцы имеют неправильный ход или вообще в тритичном дентине они могут отсутствовать. Отложения тритичного дентина вдавливаются в пульпарную полость и изменяют ее форму. Тритичный дентин выполняет защитную функцию. Он препятствует проникновению инфекции в пульпу. Посмотрите, вот мы видим тритичный дентин. Вот он образуется локально, только в том, в той зоне в проекции поражения, только теми адонтобластами, которые находятся в зоне поражения. Дентинные канальцы, вот мы видим, криозная полость, которая повреждает уже эмаль и приступает к уничтожению дентина. И в проекции этого повреждения только здесь расположенные адонтобласты будут синтезировать тритичный, заместительный, репаративный и регулярный дентин. Если вторичный дентин равномерно по всей стенке откладывается, то здесь только в области проекции, например, криозной полости или другого раздражителя, воздействия другого раздражителя. Тем самым, посмотрите, вот криозная полость достигла дентинных канальцев, сейчас, как в лифте, она доберется до пульпарной полости и зуб погибнет. природа очень быстро на скорую руку синтезирует вот такую накладывать заплатку, препятствующую проникновению из дентинных канальцев в области поражения микроорганизмов в полость зуба. Итак, но в результате контуры пульпарной полости меняются, вдавливается это наложение в пульпарную полость. Делаем мы это очень быстро, поэтому хаотично будут располагаться коллагеновые волокна, ну а канальцы и вовсе могут отсутствовать, дентинные канальцы и вовсе могут отсутствовать, что, в общем-то, хорошо препятствует проникнанию микроорганизмов из зоны повреждения в пульпарную полость. Клиерозированный или прозрачный дентин он образуется в результате отложения перитубулярного дентина внутри дентинных канальцев. Это вызывает постепенное сужение и облитерацию, то есть закрытие дентинного канальца. Происходит минерализация периода адонтопластического пространства и отростка адонтопласт, который здесь находится. Дентин в этих участках становится оптически плотным, оптически однородным, то есть прозрачным. Итак, еще раз, у нас дентин относительно дентинных канальцев мы можем выделить перитубулярный дентин, который формирует стенку дентинных канальцев и образуется за счет осаждения интратубулярных коллагеновых волокон, которые сюда поступают по дентинным по отросткам адонтопластов и интертубулярный дентин. Перитубулярный дентин постоянно откладывается, что приводит на стенках дентинного канальца в результате просвет постепенно сужается или вовсе закрывается, облитерируется. В результате дентин становится оптически однородным или прозрачным. И такой дентин называется склерозированный или прозрачный дентин. Каковы причины? Такой склерозированный дентин встречается у пожилых людей. Он развивается в процессе старения, то есть это физиологический склероз. И начинается он от опекальной области корня и медленно распространяется к коронке. Вторая причина это медленно развивающиеся патологические процессы, например, кариес. Вот мы уже видели эту картину. То есть развитие такого патологического склероза, приводящего к облитерации закрытия дентинных канальцев, также будет способствовать предотвращению распространения микроорганизмов по дентинным канальцам из патологического очага в пульпу зуба. Итак, еще раз, клиническое значение склерозированного дентина это снижение проницаемости дентина, защита пульпы от проникновения неинфекции, а также снижение чувствительности пульпа. Склерозированный однородный такой вот прозрачный дентина. Мертвые пути в дентине. Они образуются в результате гибели отростков адонтопластов на ограниченном участке дентина. На шлифах зубов такие мертвые пути имеют вид темных полос. Они идут от дентина эмалевой границы к пульпе и содержат продукты распада отростков адонтопластов, а также газообразные вещества. У пульпарного конца мертвые пути облитерированы, закуплены вследствие отложения третичного репаративного дентина. Чувствительность дентина в зоне мертвых путей сниженным. Причины возникновения мертвых путей в дентине это кариес, препарирование зубов и стирание зубов. Спасибо за внимание. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...